Приветствую вас, друзья! Это начало нового влога, влога, который уже после концерта. Я уже на самом деле сбилась со счёта, какой это влог, потому что сейчас на монтаже у меня... Так, куда-то я хочу встать в красивое место, где видно хорошо и меня. О, вот, отлично! Потому что на монтаже сейчас я буквально вчера выложила третий влог как раз-таки из этого помещения. То есть целый час я репетировала... Вернее, я репетировала тогда два часа, но влог получился двухчасовой, потому что я полностью туда поместила все свои дубли, которые я записывала в качестве каверов и репетиции. И так интересно то, что вчера я домонтировала этот влог, выложила его в сеть, и сегодня пришла репетировать опять в этот большой классный зал, потому что в студии, где я репетирую, там два зальчика, и поэтому у меня картинка меняется в зависимости от зала. И сейчас, на текущий момент, я пришла продолжать дальше репетировать, но уже какой у меня план, я готовлюсь... Я также практикуюсь, но готовлюсь уже к такому онлайн-концерту, потому что в процессе подготовки к своему дню рождения и к этому концерту я открыла для себя классный формат онлайн-концертов. И также летом хочу записать кавер. Уже такой прям прикольный, я уже выбрала песню, я уже вижу этот клип. Но для этого кавера еще моя мечта — научиться играть конкретно эту песню на пианино. Но посмотрим, как оно все пойдет. Пока формат какой? Я гнала свои репетиции, то есть вот эти предыдущие влоги, к своему концерту прям готовилась, прям вообще клево. Сейчас немножко такой момент выдохнуть можно, потому что нагрузку я взяла достаточно приличную. То есть буквально за два месяца я подготовила 10 песен практически с нуля. Я вообще еще на тот момент была таким, ну, не то что новичком, но прям зеленым человеком, потому что я пела в основном под плюс. То есть я пела вместе с авторами песен, и они такие были, знаете, как опора. То есть я вместе с ними, конечно же, легко как бы петь. Когда их убираешь, получается минус, и уже только, уже тут зависит все от тебя, твоего голоса. Но после концерта я поняла, что самое клевое — петь первое это под минус, а вообще еще лучше петь свои песни, потому что какие бы классные песни ни были, которые ты учишь, исполняешь, все равно свои песни, они ближе, роднее. И, естественно, мой наивысший поинт моей репетиции — это мои авторские песни. Но до этого момента еще, я чувствую, прям нужно расти и расти, как минимум развивать свой навык как бы и таланты, и как бы песни. Самое интересное, что две песни у меня уже готовы, то есть они в таком, скажем так, черном варианте. Я уже даже нашла, кто в них напишет. Вот, единственное, что нужно как бы, ну, типа записать. Вот, по моим планам было через год эту всю историю запустить, потому что на свой день рождения через год, который будет уже меньше, чем, да, через год, сделать уже своими песнями. Но это надо штук десять. В общем, сейчас, пока я отхожу, как говорится, от своего первого сольного концерта, продолжаю репетировать в формате репетиций, и посмотрим, что будет дальше, потому что каких-то таких строгих дедлайнов у меня нет. Единственная моя цель — это развить свой навык своего звучания, своего голоса, и в целом вообще навык артиста до такого, скажем так, предела, когда это не стыдно показать вот так массой людям, скажем так. Но при этом я ищу золотой баланс, потому что можно всегда вот так много готовиться, готовиться, и там взять, например, ну, никогда это не выпустить. Я решила убрать весь перфекционизм в своей музыкальной карьере, потому что перфекционизм, в основном в музыкальной карьере, я считаю, он вреден. Вот, и я решила, что я уже сейчас на текущий момент спокойно могу записывать свои песни, то есть я имею в виду на текущий момент развитие своего голоса. Мне уже нравится, как он звучит. Конечно, есть ещё к чему стремиться, но поэтому я поставила такую планку, что через год уже нужно что-то, какие-то свои песни выпускать. Конечно, я продолжу, продолжу я изучать и другие, как бы, песни-каверы, потому что музыка, которую создают другие артисты, она... Ну, то есть, как бы, да, взять меня, человек, который меньше двух лет занимается вокалом, да, я с детства танцую, я слышу музыку, я под неё танцую, но у меня нет, там, скажем так, музыкального образования, я вообще только-только это всё изучаю. Я понимаю, что, в принципе, не обязательно... Я знаю очень многих таких артистов. Одна из моих, кстати, скажем так, кумиров, да, певиц, она говорила, что её вообще не взяли куда-то там чего-то в какое-то музыкальное образование, и ничего, вполне она себе является очень клёвым исполнителем вообще, собирает залы, солд-аут и так далее, и тому подобное. Но я к тому веду, что при желании можно научиться. Но я при этом как бы не хочу сказать, что образование — это, типа, плохо. Я хочу просто сказать, что я поняла, что даже не имея вот такого прям высшего музыкального образования, можно записывать песни, можно учиться играть на музыкальном инструменте. Конечно же, вопрос уже стоит в том, насколько широко ты это можешь сделать. И к чему я это веду? К тому, что песни, которые каверы, я, да, учу исполнителей мировых звёзд, то есть это прям, ну не хочу сказать, что это прям настоящие музыканты, потому что я тоже, получается, музыкант и артист, просто они более опытные, более... То есть это нужно прям, ну, годами вот этого. То есть что такое я меньше двух лет, занимающаяся вообще вокалом, и ни разу там не брав уроки на игры там на инструменте практически. То есть я только-только новичок начинаю, но я считаю, что примерно через год я поставила такую себе планку, что-то я точно смогу выпустить, и это будет клёво, звучать, под это весело будет танцевать, может быть, даже плакать, если это будет баллада какая-нибудь. Вот. А там дальше уже постепенно наращивать свои скиллы и навыки. И в целом через какое-то время я думаю, что я приду к своей желаемой мечте, скажем так, полноценного такого артиста, который действительно разбирается в этих тонкостях. То есть что я для себя открыла? Что это очень развивает мозги, и как-то одновременно и мозги, и тело. Ну, в общем, для меня музыка — это просто вот открытие. Поэтому я продолжаю, в любом случае продолжаю в таком текущем формате, как есть. Потому что, естественно, на текущий момент это моё хобби, и я это делаю для души, для себя и с перспективой развития. Вот. Но планчики у меня амбициозные. Вот. Поэтому начинать буду свою репетицию. Сегодня она у меня не очень длинная. По плану буду петь одну песню. Мне очень она понравилась. И ещё несколько. Просто вот попою их для, скажем так, отработки. И, конечно же, я ещё в поиске преподавателя. У меня есть мечта учиться у Карины Купер. Вот. Но если к ней заходить на обучение, это пока финансово я не готова. К сожалению, я учусь у неё онлайн по её распевкам. Вот. И очень бы хотела именно прямую сразу у неё учиться. Но я понимаю, что для того, чтобы к ней идти на обучение, надо как-то вот ещё себя тоже подтянуть. В целом рассматриваю варианты других преподавателей. Но для меня важно, ну вот, как-то ощущение и понимание. То есть, насколько я поняла, в вокале очень много разных техник, разных преподавателей. И, к сожалению, мой преподаватель вообще уехал из Нижнего Новгорода. Я к нему уже не могу попасть. И даже сменил позиционирование. То есть девушка, которая занималась, она не преподает вокал. Ну, она может его преподавать, но она сменила немножко нишу. Поэтому вот такие вот дела. Очень рада здесь находиться. И такое отступительное слово для вас, скажем так, в этом влоге сделать. Вот. Пойду разминаться. А то я с вами уже 10 минут вот наболтала. У меня всего лишь час вообще на всё про всё, друзья. Вот. Так что пошла репетировать. Эйки! Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 прокомментировать, чтобы я ещё успела спеть песни, что, конечно, я чувствую, что нужна такая больше сила голоса, больше певучести, но я знаю, что это очень легко нарабатывается. Это просто нарабатывается на изи. Потом ещё немножко я... У меня был такой... Ну, я перед концертом активно репетировала. Сейчас чуть-чуть вот это... Перед предыдущим влогом, который вы смотрели, прошло, мне кажется, недели две. То есть я не так активно репетировала, я прям чувствую... То есть это как физическая форма. Если ты это не репетируешь, оно немножечко такое, ну, не такое, как должно быть. Ну, и в общем, я к тому веду, что я прям чувствую, что это легко наработать. У меня точно получится петь как и даже как оригинал. То есть моя задача этими песнями, которые я сейчас как бы учу, натренировать свой как бы голос, потому что, допустим, среди русского репертуара я не нахожу что-то подобное. Плюс мне в целом, в принципе, нравится очень петь на английском. Мне вообще нравится английский язык, поскольку я его ещё и знаю по образованию преподавателя английского. Ну, и в целом, в общем, английский язык, он очень такой, ну, прикольный, особенно в песнях. Ну, в общем, суть такая, что мне это близко, мне это нравится, и я знаю, что песни, которые я тренирую, они очень сложные, очень классные, они меня очень классно развивают. Моя цель на этих песнях себя как бы натренировать, потому что... Ну, нет, русский я ничего не хочу сказать. В каждом языке есть очень сложные, классные песни, но мне вот понимаете, по духу близко это. Я как бы решила озадачиться найти прям тоже прикольные песни русские, чтобы русский тоже попеть. Но опять же, одна из которых мне нравится, это Карины Купер, которая называется «Тишина». Но опять же, она применила все вот эти методики западных артистов и вот этого исполнения песен на русский как бы слог. Я просто не знаю, как ложатся как бы какие-то вокальные истории на каждый язык по-своему, потому что каждый язык имеет свой какой-то пеучеч, что ли. Ну, в общем, я пока еще не сильно в этом разбираюсь, но, в общем, пока берем английские песни. Они мне очень нравятся, и вот я на них, собственно, счастливо, скажем так, тренируюсь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok DimaTorzok Добавил DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok DimaTorzok Добавил DimaTorzok DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok 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 Всем до новых встреч, друзья Подписывайтесь на мой канал, обязательно же Следите, у меня есть другие очень клёвые Видео, и я вообще буду вас рада видеть И на съёмках, и на танцах, и на моих Будущих концертах Поэтому с вами была я, друзья, Лен Жаглина Всем любви и красоты Муааа Субтитры сделал DimaTorzok